Стался хорошим экзаменами для молодого врача и для молодой семьи. Затем, вернувшись в родной Ташкент, Григорий стал работать хирургом в поликлинике и ночным дежурным хирургом в больнице. Его привлекала работа хирурга, и здесь также сказался пример его дяди Мишуэля. Затем, в 1957 году при окружном военном госпитале в Ташкенте он специализировался в урологии под руководством известного специалиста в этой области Асира Абрамовича Койсмана. С того же года преподавал в Республиканском медучилище имени Ахунбабаева. Доктор Галибов несколько лет работал также в санитарной авиации, воздушной скорой помощи Узбекистана. С 1958 года доктор Галибов работал урологом в медсанчастии Ташкентского текстильного комбината, располагая при хирургическом отделении десятью койками и работал в поликлинике. Он не ограничился лишь практической врачебной работой, а стал заниматься разработкой очень актуальной проблемы – выявления природы профессионального заболевания у работающих с вредными красителями. Результаты этого научного исследования Галибова позволили усилить профилактику этого заболевания и повысить эффективность его лечения. Следует обратить внимание на два момента, связанных с этим исследованием. Во-первых, оно было выполнено без отрыва от производства в качестве соискателя. Галибов ни дня не был ни в аспирантуре, ни в ординатуре, что дало бы ему возможность выполнить работу быстрее и в более спокойных условиях. Ему пришлось совмещать научно-исследовательскую работу с напряженной медицинской практикой. Во-вторых, в самый разгар работы скончался его первый научный руководитель и консультант профессор Иван Пантелеймонович Погорелко. Заканчивал работу он уже под руководством профессора Уктама Ариповича Арипова. У меня, еврея, было два научных руководителя – украинец и узбек. Дружба народов, существование которой сегодня ставят под сомнение, была на самом деле. Как еврей, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность нашим бывшим соседям и за взаимную помощь и поддержку, и за многолетнюю, мирную, добрососедскую жизнь. В 1970 году Галибов успешно защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата медицинских наук, соответствующую по международным стандартам степени доктора наук. Двумя годами ранее, в 1968 году, доктор Галибов был назначен на должность заведующего урологическим отделением вновь открывшейся больнице Минздрава Узбекистана, которая была учебной базой Ташми. Урологическое отделение было большим на 70 коек. Вся новая аппаратура чешского производства. На мои плечи легла огромная ответственность. Приходилось работать целые сутки. Даже дети спрашивали тогда свою маму, когда же папа будет дома. Окружающие удивлялись, как его, беспартийного еврея, назначили на такой руководящий пост. Просто по достоинству оценили его профессионализм, любовь к своему делу и организаторские способности. Блестящее сочетание золотых рук хирурга и светлой еврейской головы помогало доктору Галибову в его работе. Теперь, будучи на пенсии, доктор Галибов вспоминает, что все его операции были успешными. Сколько человеческих жизней он спас. Его скальпель делал чудеса. Наверное, сыграло свою роль и то, что скальпель благословила моя бабушка Рива. Она говорила. Он многого достиг в советских условиях. Семья была хорошо обеспечена. Но Гавриэль, Григорий все больше думал об Израиле. Его родители, всегда соблюдавшие еврейские традиции, всю жизнь мечтали о переезде на святую землю. Он, как единственный сын, считал своим долгом быть рядом с ними. Начиналась Алия с 70-х годов. И Галибовы приняли решение ехать. В 1972 году доктор Галибов подал документы на выезд. Он уволился по собственному желанию с должности заведующего отделением и последний год перед отъездом работал урологом в поликлинике. По тогдашним советским законам, перед отъездом пришлось заплатить приличную госпошлину за полученное высшее образование и за ученую степень. Не все знакомые и даже родственники одобряли его решение, но он был тверд в своем намерении. В апреле 1973 года, накануне Песоха, семья Галибовых вступила на израильскую землю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Израиль встретил нас очень хорошо. Правда, вскоре вместе со всеми израильтянами пришлось пережить новую войну, судного дня. Жизнь Галибовых в Израиле с самого начала быстро наладилась. Они изучали евритву Ульпанева, фули элит. Глава семьи получил подтверждение врачебного диплома, третьей ученой степени и специальности уролога. И стал работать в больнице Ихила в Тель-Авиве по специальности. Там же работала медсестрой его супруга Зина. А старшая дочь Роза стала учиться в медучилище при той же больнице. Сын Давид учился в Хайском технионе. Семья получила квартиру. Но обстоятельства сложились так, что в конце 1974 года Григорий Галибов с семьей был вынужден переехать в Вену. И там опытный хирург-уролог быстро нашел себе применение. Он стал работать в венской больнице Бармхерцингер-Брюдер. Сначала ординатором, затем старшим врачом отделения. В то время в Вене оказалось немало семей бухарских евреев. Одни из них прибыли из Израиля, где их жизнь не сложилась, в надежде вернуться в республики Исхода или эмигрировать в Америку. А другие, хорошо устроенные семьи в Израиле, как и наша семья, но оказавшиеся в положении разрозненных семей, прибыли в Вену для соединения семей. Прибывшие в Вену семьи были на птичьих правах. У них остро стояли проблемы работы и жилья. Когда выяснилось, что этой стремительно растущей группе бухарских евреев предстоит надолго задержаться или даже навсегда остаться в Вене, мы вместе с другими товарищами создали правление или ват новой нашей общины. И я был избран руководителем этой общины. С 1976 года под руководством Галибова начались контакты ВААДа с руководством городской еврейской организации. Члены бухарской еврейской общины стали вступать в эту организацию, что способствовало возможности их трудоустройства и открытия собственного бизнеса. А сам Григорий Соломонович продолжал сочетать работу врача с общественной деятельностью и мечтал об открытии собственного урологического кабинета. Для этого надо было иметь австрийский врачебный диплом. И доктор Галибов в 1985 году в возрасте 55 лет получил диплом медицинского факультета Венского университета. Наряду с молодыми выпускниками сдав все необходимые экзамены на немецком языке. Венская община бухарских евреев росла. Уже в 1979 году в ней было около 150 семей. В 2014 году около 500 семей. Росла и дружная семья Галибовых. Сын женился, дочери вышли замуж, рождались внуки. Мазалтов. Мазалтов. Сын женился, дочери. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok